Бог сказал Абрааму, Исааку и Иакову, «Поднимитесь на вершину холма, холма поселенцев. Оглянитесь вокруг. Это земля, которую я даровал вам. Затем идите». Мы поднялись на вершину холма, оглянулись, мы узнали это место. Затем мы поселились на этом месте. Мы направляемся в Эдхилл, заброшенное место между Хевроном и Вифлеем. Чтобы попасть на холм, нужно соблюдать правила. Никаких женщин, никаких интервью. Достигнув вершины, мы видим несколько фургонов, подростков и овец, расположившихся на палестинской земле. Это часть новой стратегии Израиля по захвату палестинских территорий. Движимые мечтой о великом Израиле и верой в то, что они выполняют Божью волю, эти подростки слепо следуют за своими лидерами. Мы посвящаем много времени тому, чтобы обучить молодое поколение следовать идеологии возрождения земли Израиля. Это группа расистских фашистов. Они готовы на все, чтобы официально навязать еврейское превосходство. Дума — это палестинский город на севере западного берега. В одну жаркую июльскую ночь он стал известен как место одного из самых жестоких эпизодов насилия поселенцев в отношении палестинцев. Я видел огонь. Я не все запомнил. Я только помню, как расплавился телевизор, упавший на меня. Потом вошел кто-то по имени Айед и вывел меня наружу. Я помню только это. Несколько лет назад в Думе группа молодых поселенцев из молодежи холмов напала на деревню, как это обычно случается и в другие ночи. Они подожгли один из домов, в котором жила семья. Дом загорелся, и родители вместе с младенцем погибли. Другого сына удалось спасти, но он потерял свою семью. Восемнадцатимесячный Али был сожжен заживо. В то время как поселенцы облили его родителей бензином возле дома. Ахмад, единственный выживший, получил ожоги больше, чем половины тела. Преступление было совершено группой поселенцев, но осудили только одного — Амрама бену Ляу. Итамар Бен-Гвир, нынешний министр национальной безопасности Израиля, был его адвокатом. Итамар Бен-Гвир был одним из лидеров молодежи холмов. Он организовал многих подростков и воспитал их в духе насилия и нападений на палестинцев. Но это еще не вся история. Через несколько месяцев после нападения на Думу появилось видео, на котором израильские поселенцы дико танцуют, протыкая фото убитого младенца на свадьбе. На видео можно увидеть улыбающегося Итамара Бен-Гвира. Возле суда, когда родственники семьи, сожженные заживо, заходили в здание, группы поселенцев встретили их криками. Где Али? Али нет здесь. Али на гриле. Поселенец, приговоренный за сожжение семьи, является членом молодежи с холма. Молодежь холмов опасна, провокационна, враждебна и жестока. Их нужно сдерживать. Их возраст обычно варьируется от подросткового до 20-летнего. По сути, это очень жестокая часть движения поселенцев. Холмы оккупированного западного берега — это их поле боя. Разрушениями они распространяют страх. Они поклялись пожертвовать всем ради земли без палестинцев. Банды поселенцев-экстремистов нападают на палестинские общины с полной безнаказанностью. Это государственное насилие. Насилие, которое совершают группы, которые можно назвать ополченцами. Эти атаки оборачиваются разрушениями либо убийствами. Они верят, что Бог обещал еврейскому народу всю землю Израиля, включая восточный берег реки Иордан, и что они должны осуществлять свое право на эти земли. Если необходимо, они могут использовать насилие и власть, чтобы вытеснить палестинцев. Спокойной ночи, Иерусалим! Спокойной ночи, Израиль! Спокойной ночи, Даниэла Вайс! Никакого Хамаса, никакого ОПЭ, никакого улучшенного ОПЭ. Нет международным силам, нет ООН, нет Бапур. Только народ Израиля может заселить сектор Газа и управлять сектором Газа. Все знают их как молодежь холмов. Кто они такие? Если вы действительно хотите узнать молодежь холма, вам нужно познакомиться со мной. Даниэла Вайс – одна из самых вильных поселенок, лидер одного из самых экстремальных движений поселенцев. Я участвую в строительстве и создании поселений с момента войны 1967 года. Война на Ближнем Востоке. Израильские войска продвигаются через Синайский полуостров на запад к Суэцкому каналу, на юг к заливу Акаба, прорывая блокаду и захватывая западный берег реки Иордан. Когда я услышала тревогу, призывающую идти в укрытие, я поняла, что это послание от Бога, который говорил своему народу. В том числе и мне, как часть еврейской нации, что мы не сделали достаточно для возрождения земли Израиля. Что будет, если политики решат, я имею в виду, что государство... Нет, никакого шанса, что мы уйдем отсюда. Если это будет стоить нам жизни, мы заплатим жизнью, но не покинем это место. Они должны будут нас убить. Мы построили здесь 250 новых еврейских общин. В этих общинах живут 500 тысяч евреев. Полмиллиона. И еще больше постоянно пребывает. А в восточных районах Иерусалима живут еще 350 тысяч евреев. Мы приближаемся к числу миллион. Скоро нас встанет 2 миллиона. Нет, никакого шанса на создание палестинского государства. И это подводит итог истории, которую мы собираемся рассказать. Война в Газе продолжается уже несколько месяцев. Беспощадная, разрушительная, жестокая. Но у израильской войны против палестинцев есть второй фронт. Такой же беспощадный, такой же жестокий. Есть небольшая, менее известная война, которая ведется на западном берегу, а не только в Газе. Эта война теряется в международном и местном публичном сознании. Но то, что мы видели, что разворачивается на западном берегу, действительно ужасно. Теперь поселенцы не только применяют насилие против палестинцев, но делают это в форме и с оружием израильской армии. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Они пользуются силой, которая у них есть. Нося форму армии Израиля и вооружившись армейским оружием, они продвигают свои идеологические цели. Они очень агрессивно входят в деревни, допрашивают людей, угрожают. Людям ясно дают понять, что если они не уйдут в установленное время, то их будут принуждать уйти или совершать на них нападение. Мы провели 22 дня на оккупированном западном берегу, встречаясь с поселенцами и их лидерами. Мы увидели новые методы Израиля и стратегии принуждения палестинцев покидать свои земли. Мы также обнаружили их неожиданных союзников. Оккупированный западный берег – это опасный лабиринт. Подъезжает машина, да? Да. Давайте посмотрим, это солдаты или поселенцы, или, возможно, поселенцы, ставшие солдатами. Нам нужно доверие поселенцев, если мы хотим передвигаться. Мы попытались счастья в израильском парламенте, где заседают многие лидеры поселенцев, и пришли встретиться с одним из них. Здравствуйте и добро пожаловать! Меня зовут Цвисукот. Я женат и у меня шесть детей. Я житель поселения Ицхар. Я также являюсь членом Кнесета от партии религиозной сионизм Хацануту Хадатит. И что он думает о насилии поселенцев в отношении палестинцев? Некоторые говорят, что это плохо. Я не вижу в этом ничего плохого. Это моя позиция, и это также позиция абсолютного большинства евреев, живущих в Иудее и Самарии, западный берег. Но есть нечто большее в его истории, о чем он нам не рассказал. Цвисукот был крайне правым членом молодежи холмов, который стал депутатом парламента, что просто невероятно. К сожалению, стыдно признать, что он сейчас является членом израильского парламента. Но это как если бы радикальный и жестокий человек участвовал в запугивании палестинцев. Это естественный продукт в союзе между Бениамином и Таньяхом и мессианскими группами. На следующий день он пригласил нас встретиться с ним в поселении, где он живет, и которое построено на украденной палестинской земле. Ицхар считается особенно жестоким поселением на западном берегу, бастионом мессианского сионизма в его самой экстремальной форме. Флаги и плакаты, выстроенные вдоль дороги в Ицхар, с гордостью провозглашают сионистское присутствие на оккупированном западном берегу. Рядом с дорогой находятся несколько палестинских деревень, всего в нескольких шагах от Ицхара. Там очень тихо, как в городе-призраке. И на это есть причина. Постоянные нападения поселенцев Ицхара. Израильская армия находится здесь повсюду, защищая поселенцев. Он ждет нас. Легкий выстрел, как у герцля. Да хранит нас Бог. Это все государство Израиль. Это Иордания. Горы там, это Иордания. Израильские поселенцы планируют захватить еще больше земель за пределами западного берега и Газы, стремясь восстановить, как они утверждают, библейские границы Израиля. Границы еврейского государства – это все те границы, которые были обещаны Богом – Аврааму от Ефрата Данила. Но это включает части Сирии и, конечно, многих других стран. У нас есть наша Библия. Это единственный документ, который имеет значение. Мы хотим сделать это, насколько возможно, совместно с народами мира. Но когда народы оказываются слишком жесткими с нами, у нас есть свои либеральные меры, которые мы принимаем. Неподалеку от поселения Ицхар находится деревня Хуара, которая постоянно подвергается атакам со стороны поселенцев. СМИ сообщили, что около 35 домов и 90 автомобилей были сожжены четырьмя стами поселенцами. Сотни израильских поселенцев напали на город, подожгли автомобили и дома и убили палестинца. Высокопоставленный израильский чиновник призвал стереть с лица земли или сравнять с землей палестинскую деревню Хуара. Это красивое место, замечательное, только с одной или большой проблемой. Здесь рядом с нами живут несколько сотен тысяч человек, которые хотят нас уничтожить. Некоторые молодые люди прибыли в город Хуара и сожгли несколько автомобилей и приютов. Но они были на самом краю деревни. Они никого не ранили, даже не ударили. Они просто хотели отреагировать. Так что я не думаю, что это нужно осудить. Мы находимся рядом с поселением Эммануэль на севере оккупированного западного берега. Наш пункт назначения – место, которое Израиль скрывает от общественности. Это здесь. Это место называют Хават Шеорим. Это в Гуше, да? Да, это так. Я же обещал привести вас в секретное место. Никто больше не знает о его существовании. То, что мы сейчас увидим – это самая успешная стратегия захвата земель с 1967 года. Это блокпост – способ Израиля обходить международное право. Эти форпосты – просто караваны или палатки. Но некоторые из них уже как обычные поселения. Сейчас это меньше похоже на дом. Но когда мы приехали сюда, у нас была только машина. Тише. У нас была только машина. Здесь было место для кровати и кровать для нашего сына. Туалет и душ были здесь. Открыть. Вот туалет и душ, а также раковина для утренних процедур. И всего неделю назад мы переехали в новое здание. Одна семья и несколько молодых людей занимают вершину холма и начинают преследовать палестинцев, окружающих их. Обычно они разводят стада овец и насильственно выталкивают палестинцев с их земель. Это не просто несколько сумасшедших поселенцев на холме. Это происходит при полной поддержке государства Израиль, которое захватывает целые районы западного берега, чтобы они не стали частью будущего палестинского государства. Я верю в Библию, и я верю, что земля Израиля принадлежит народу Израиля. Это обещание Бога Аврааму, и земля Израиля включает в себя всю эту землю. Поселения считаются незаконными по международному праву, но легальными по израильскому закону. Однако блокпосты незаконны даже по израильскому законодательству. Тем не менее, государство предоставляет им воду, электричество и охрану. Наш подход как военных заключается в том, что как только здесь появляются израильские граждане, еврейские поселенцы, мы обязаны защищать каждое поселение, каждый форпост и любых сумасшедших. Мы были в Кибуце и Тидот три года. Нам предоставили возможность участвовать в охране и сохранении земли. Мы подумали об этом районе, потому что были с ним знакомы. Мы знали, что он близок к Эммануэлю. Способ, которым мы превращаем землю в государственную, я бы сказала, очень некрасивый и нечестный. Мы создаем препятствия для палестинцев в обработке их земель, а затем, когда земля не обрабатывается, мы объявляем ее государственной. Эммануэль мне сейчас и скажет даниэла нам нужно немедленно создать сейчас новый форпост на стратегической возвышенности ты готова я всегда готова я не просто готова это моя сокровенная мечта от северной части оккупированного западного берега к его южным холмам мы движемся к поселению под ай а точнее к месту на окраине поселения скрытому от глаз общественности но чтобы попасть туда нам нужно сначала встретиться кое с кем мейер эвентоу один из молодежных лидеров молодежи с холмов в этом регионе сейчас на землях израиля происходит великое пробуждение в этом районе появились сотни аванпостов где молодежь выполняет свою работу предстоит еще много работы но с божьей мощью мы завершим мы едем гива тахию это место где мы с женой работаем уже два с половиной года и добавил славит нас бог эти горы вскоре перейдут в руки израиля это полиция не это служба безопасности этой деревне как дела как ты слава богу хорошо что снимаете документальные фильмы не куда едете на холм на холм да чтобы не вызвать хаос или проблемы между охранниками и нами мы поднимаемся на старый холм не снимайте блокпост хорошо блокпост гевата вия просто не снимайте блокпост сделай мне одолжение объясню что чтобы быть на земле израиля нужно быть израиль покупается через страдания особенно если ты еврей все готовы В ожидании большой резни. Настоящей резни. То это грядет изъедомо. Не снимайте это. Что же происходит внизу холма и почему они не хотят, чтобы мы это снимали? Нам удалось запечатлеть видеодоказательства с помощью скрытой камеры. И это именно то, что они стремятся скрыть от нас. Поселенцы проходят военную подготовку, чтобы терроризировать палестинцев в окрестностях. Это называется блокпост. Здесь это называется границей. Граница. Вот новая граница. Каждый блокпост создает новую линию границы, захватывая все большую территорию. Я проверил карты и увидел, что это стратегическая точка. Поэтому мы решили ее захватить. Этот холл стратегически очень важен для района. Наша цель — подняться сюда. Готов ли он, например, убить? Кровь и земля идут вместе. Если нужно убить, мы убиваем. И цель — убедиться, что я получу свое. Вся эта гора для евреев, которые приедут из Монсе. Мы так с ребятами шутим. Мы доверемся туда. Мы уже добрались, но придем туда как хозяева. Чтобы попасть сюда, нам пришлось принять несколько правил. Одно из них — не снимать сооружение, которое строится поселенцами внизу холма. Однако нам удалось заснять его на расстоянии. Вопрос — что же они строят? Итак, мы попробуем выяснить. Как это для безопасности, да? Или что это? Это для безопасности и для нападения. Это также место встречи. Здесь, в этой точке, они собираются вместе и каждую ночь спускаются в деревню. Деревня, о которой он говорит, называется Сериф. Это палестинская деревня. И вот, что он рассказывает. Израильские поселенцы спускаются в деревню ночью, оскорбляя и преследуя палестинцев, чтобы вынудить их покинуть свою землю. Стависул аэралу awaits разделен камеру в деревню. Преследуя картину уволня в лесу. Аэрофирм! Как покинуть свою землю? Как проведена? Какmond— Поехали! Это полицейский вертолет или военный? Что? Вертолет? Да, они направляются в газу. Газа близко, недалеко отсюда. Когда вы видите кадры из газа, что вы чувствуете? Я чувствую радость. Праведник возрадуется, когда увидит месть и омоет ноги свои в крови нечестивых. Единственное, что может нас спасти, это понимание, что это наша судьба. Это священная война. Как вы выигрываете войну? Вы захватываете землю врага или убиваете врага. Так выиграют войны. Меня зовут Нати Ром. Я первопроходец, основавший несколько общин здесь. И я юрист. Первопроходец – это тот, кого обычно называют поселенцем. Именно так. Впервые, когда мы увидели Нати Рома, он выбрал местом для встречи древний город Шило на оккупированном западном берегу. И его выбор был не случайным. Слушайте, мы находимся в историческом месте. Мы здесь, в Шило. На протяжении 369 лет здесь была первая столица Израиля. Везде, где копаешь, находишь артефакты истории. Монеты времена второго храма, первого храма. Конечно, такой страны, как Палестин, не существует. Нати Ром – видная фигура в Хазбаре – израильской общественной дипломатической стратегии, используемой для контроля над информацией и манипуляцией ею. Он ездит по миру, распространяя взгляды поселенцев, и привозит туристов из-за границы, чтобы формировать положительное восприятие поселений. Нати Ром также юрист. Другой человек, в котором мы брали интервью, ваш коллега Нати Ром. Да, коллега. Да, он юрист. Он юрист. Это все, что нас объединяет. Большинство его клиентов – члены молодежи с холма. Применение закона к поселенцам – это скорее театр, косметика. Когда Нати Ром вынужден идти в суд, это только для того, чтобы правительство могло заявить, что что-то делается, но без реального намерения что-то изменить. Вот почему большинство его клиентов остаются безнаказанными. Первопроходцы, которых вы называете молодежью холмов – хорошие люди. Они следуют пути Торы и хотят жить здесь, в мире. Несколько дней спустя после этого интервью, нас наконец пригласили в его поселение Эш-Кодеш. То, что они называют сердцем Израиля, фактически построено на частной палестинской земле. Помните Думу? Помните палестинскую семью, сожженную заживо поселенцами? А нападавшие пришли из этого района и продолжают спускаться с холма, чтобы атаковать Думу. Смотри, это автобус, в котором мы раньше жили. Я хотел вам объяснить, что вначале это был просто автобус в течение первых двух-трех лет. Это виноградники в горах Самарии. Какое пророчество и какое невероятное зрелище. Это все подобно Тоскане. В пророчестве написано, что мы будем сажать виноградники в горах Самарии. И вот мы в горах. Когда мы начинали, никто даже не верил, что у нас есть шанс что-то сделать. Это удивительная часть знака исполнения пророчеств. И миллионы, даже больше миллиона людей по всему миру верят в эти пророчества. И хотят быть частью этого. Как и виноградники, его страдания делают плоды именно лучше. Я надеюсь, что Бог нам поможет. Чтобы нам стало лучше без страданий. Да поможет нам Бог. Да, вечно в пророчествах, что третье искупление будет вечным. Если вам придется покинуть эту землю, вы будете сопротивляться. Я буду бороться изо всех сил, чтобы восстановить это решение. Это глупое решение принесет больше крови. Больше людей погибнет из-за этих глупых решений. Холмс Охранит нас Господь! Смотри, какая красота. Посмотри на это. Он пришел навестить солдат, охраняющих холм с видом на Думу Очевидно, кто здесь главный Здесь есть механизмы безопасности А правда? У вас есть Есть ли возможность что-то добавить? Не знаю, нужно ли Это все-таки пистолет, понимаешь? Он стреляет автоматически? Конечно, нет Это пистолет, у тебя 30 патронов вместо Среди солдат на этом холме есть британский гражданин Но чтобы служить в армии, нужно же быть израильтянином, верно? И да, и нет Есть такая штука, как одинокие солдаты Они приезжают из-за границы и могут быть солдатами в израильской армии Это как французский иностранный легион Нати Ром, не подозревая, что его записывают, объясняет солдатам, как он убеждает туристов поддерживать поселенцев Показываю им свой дом Каждый сделан на заказ, но у нас также есть Я много занимаюсь VIP-турами Мне это очень нравится Брат, мы гуляем до самых белых водопадов Водопад Рэшаш, белые водопады Вкусная еда в кофе и ротом После этого я поднимаюсь в Итамар Шхему Хорошее вино Как мы делаем хорошее вино У каждого свое дело Окей, большое спасибо До свидания, друзья Будьте сильными и смелыми Ехуда Шимон Один из лидеров поселенцев в северной части оккупированного западного берега Нет поселенцев Есть общины Есть люди Они просто живут, как все остальные в любом месте мира Видели вы арабскую деревню или арабский город с забором вокруг? Нет Почему? Арабы знают, что все закончено И знаете что? Это не только террор Это образ жизни Так они живут Они убивают постоянно Если нет евреев Хорошо Давайте убьем друг друга, да? Мы хотим кого-то убить Хават-Гелат Поселение, где он живет Часть хорошо спланированной оккупации Строительство поселений в определенных местах Которые разделяют районы западного берега Палестинцы не должны иметь единой непрерывной территории Необходимой для создания какого-либо государства Вы должны знать одну вещь Каждая арабская деревня здесь Нелегальна Вы должны их убить Я не вижу способа оставить их Глубоко религиозные поселенцы следуют заповедям буквально Меня зовут Йошуа Морд-Райшмидт Вы раввин? Да Тора гласит, что мы должны остаться и поселиться в этом месте Я думаю, что они должны уехать в Египет Ярданию Ливан Иран Иран Судан Катар Есть много стран Почему они застряли в Израиле? Некоторые из них прибыли из Египта Пусть возвращаются в Египет Некоторые из них друзья Эрдогана Некоторые уедут в Британию Некоторые отправятся в Северную и Южную Америку Индонезию Где ислам самая большая религия Но не здесь Здесь они доказали Что не могут выжить на Ближнем Востоке Мы переезжаем с северной части оккупированного западного берега На южные холмы Хеврона Нас сопровождает бывший израильский солдат Наддаф Ваймен Я вступил в израильскую армию в 2005 году И служил в спецподразделении Я и моя команда были снайперами В команде все были снайперами А я был наблюдателем Моя работа заключалась в том, чтобы находить цель Чувствуете ли вы какое-нибудь сожаление По поводу времени, проведенного в армию? Конечно Я делал вещи, которые, как демократический гражданин, считаю неприемлемыми Я не могу исправить то, что сделал Но могу попытаться исправить то, что происходит сейчас Мы едем по шоссе номер 60 Главной дороге западного берега Которая идет с севера на юг Справа находится Хеврон Второй по величине Палестинский город на западном берегу Там проживает 230 тысяч палестинцев Хеврон Единственный палестинский город с поселением внутри него Все другие поселения расположены на холмах и в долинах на окраинах палестинских городов Но в Хевроне есть поселения из 650 поселенцев Большинство из которых считают себя каханистами Они следуют идеологическим взглядам Раввина Мейра Кахане Это очень агрессивные и жестокие поселенцы Я выросла в поселении на западном берегу Религиозной крайне правой семье Когда я поступила в армию и начала служить в Хевроне Я не знала ничего, кроме нарратива поселенцев И того, что я усвоила в семье Нарратива я actuала в том, что я вспомнил ночам ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вокруг поселения, заборы и стены, везде солдаты, но они не только защищают поселение. Мне потребовались годы, чтобы осознать, что это ненормально. И мне потребовались годы, чтобы понять, что Хеврон – палестинский город. Эта улица закрыта для палестинцев, им запрещено по ней ходить. Даже палестинцам, живущим на этой улице, запрещено пользоваться своими дверями и выходить на улицу. Это продолжается уже много лет. Вы должны держать их в подчинении. Захват домов – это одна из тех ситуаций, когда вы полностью лишаете их возможности реагировать. Вдруг в вашем доме оказываются 15 солдат солдата. Дети начинают кричать и плакать. В Хевроне виден микрокосмос, на примере которого можно понять, как происходит оккупация на других частях западного берега. Если бы у вас был шанс, вы бы извинились перед жителями Хеврона? Я бы сказал, что это интересный вопрос. Я никогда раньше об этом не задумывался. Но я бы не стал колебаться, чтобы извиниться перед палестинцами. После мы отправляемся дальше на юг, в самую южную точку западного берега, в район, называемый Масафирьятта. Здесь несколько поселений и множество несанкционированных форпостов, а также много насилия со стороны поселенцев в окрестных холмах. Так что все палестинцы, если им что-то нужно, ну, например, прорыть новую систему водоснабжения, сделать дорогу или построить школу, они должны сначала получить разрешение гражданской администрации. Палестинцы не получают разрешение на строительство. А если они не получают разрешение, то получают приказы о сносе. Все, что они строят здесь, считается незаконным. Затем армия Израиля приходит и сносит все. Первое, что сносит гражданская администрация, это системы водоснабжения и туалеты. Туалеты? Да, туалеты. Потому что если снести систему водоснабжения в сообществе, в пустыне, им не придется сносить все остальное. Дома, палатки, пещеры. Потому что все без воды. А без воды здесь жить невозможно. Они не хотят сажать палестинцев в грузовики, как на фотографиях 1948 года. Они хотят... Чтобы они сами ушли? Да. Они хотят, чтобы палестинцы сами ушли. Именно так. Занута когда-то была палестинской деревней пещерных жителей. Это была деревня с населением от 200 до 300 человек. И в ней была школа. Жители постоянно подвергались нападениям со стороны поселенцев, а также сносом, организованным гражданской администрацией. Около полутора месяцев назад они покинули деревню, в которой жили более 100 лет. Вот, посмотрите. Я не умею читать по-арабски. Взгляните на эту панду. Я предполагаю, что это было на стене. Даже не знаю, что здесь написано. Посмотрите, как сильно жители Зануты боятся. Они не вернулись даже за школьными книгами или столами. Ничего. Они просто ушли. И боятся вернуться. Но мы не сможем посетить или снять Зануту. Кто-то хочет, чтобы мы покинули это место. Мы просим вас, пожалуйста, покинуть территорию. Понял. Почему вы в масках? Я не хочу быть в фильме. Мне нужно, чтобы вы меня снимали. Что? Мне это нужно, чтобы вы меня снимали. Демагогия, которую вы здесь творите. Вы думаете, что я не часть вашего народа? Ты не из моего народа. Определенно не из моего народа. Это то, что ты говоришь, как солдат армии Израиля? Ты не из моего народа. Точка. Сейчас тебя просят покинуть территорию. У него на форме череп. Эти люди из какого подразделения? Это подразделение поселенцев. Это значит, что я поселенец здесь. Затем надеваю форму. Вуаля, я солдат. Я солдат здесь. Мы уехали далеко от Зануты, чтобы взять интервью над Давно. Но поселенцы отправили людей, чтобы те следили за нами. И солдаты. Да. И армия тоже. О, это армия? Кто вы? Я офицер этого холма. Добро пожаловать. Какие разрешения нужны? Какие разрешения нужны? Ваш ответ. Я спрашиваю вас, какие разрешения нужны? Вы не уважаете тех, кто вас защищает. 7 октября. Что вы делаете с палестинскими общинами? Я ничего не делаю. Правда? Правда. Я действительно ничего не делаю. Я действительно ничего не делаю. Я делаю все, что могу, чтобы обеспечить вашу безопасность. Все, что могу. И все равно вы отказываетесь понять, что мы одинаковы. Мы оба израильтяне. Не больно, что вы здесь занимаетесь злобной пропагандой. На следующее утро сианийская организация, поддерживающая поселенцев, разместила видео в социальных сетях, назвав Надава предателем. Наше путешествие по оккупированному западному берегу подходит к концу. Но остается еще один важный вопрос. Нас пригласили на закрытую конференцию. Покинув Иерусалим, мы направились в явное, недалеко от Газы. Главные организации поселенцев проводят конференцию недалеко от границы, чтобы выбрать первые еврейские семьи для заселения Газы. Мы единственные СМИ, приглашенные для освещения этого события. Когда я слышу о бомбежках в Газе, я чувствую, что мой народ силен. Мы устраняем зло в мире. Пока мы слышим, как израильские бомбы падают на Газу, эти люди уже обсуждают, сколько земли займет каждая семья и какая судьба ожидает жителей Газы. Изгнание. Можно депортировать их и взять это под контроль. Это наше. Это наше. И это воля Бога, чтобы мы здесь поселились. Это хорошее место для воспитания детей. И, кстати, сначала здесь не будет тесно. У каждого человека будет по одному квадратному километру земли. Будет просторно. Хватит. Ни один, ни два, ни три. Никто из вас. Почему мы даем им спокойно спать? Вы не будете спать в мире. Я не позволю им спать спокойно в Газе. Газа наша. Той же ночью, пока Газа беспощадно уничтожается, они отправляются на лодки с первыми семьями, готовыми оккупировать землю тех, кого сейчас убивают и морят голодом. Цель поселенческого движения заключается в том, чтобы быть как можно ближе к Газе, полностью наблюдать за Газой и понимать, что отныне Газа будет полностью еврейской. Если Бог даст, народ Израиля победит. Мы будем строить и станем свидетелями заселения Сиона и заселения народа Израиля в Газе. Смотри, это Газа. Вот Газа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok